Девушки отдыхают Скорость более инертных тел изменить труднее. Такие тела труднее, что у нас вместо, но их труднее и остановить. Мерой инертности тел является масса. Чем инертнее тело, тем больше массы оно обладает. Масса — важнейшая характеристика всего материального в мире. Все тела, от мельчайших пылинок до космических тел, обладают определенной массой. О массах можно судить, сравнивая ускорение тел при взаимодействии. Например, ясно, что масса тренера больше массы юной фигуристки. Тренер получает меньшее ускорение. Чтобы измерить точно массу тела, например, этого цилиндра, надо столкнуть его с эталоном и сравнить их ускорение. Это можно сделать уже известным способом, измерив пути, пройденные шариками по желобкам на цилиндрах после столкновения. Так как ускорение обратно пропорциональным массам, можно вычислить массу цилиндра. Также можно определить массу любого тела, например, этого утюжка. Взаимодействие между ним и эталоном осуществим другим способом. Пока эталон и утюжок могут независимо перемещаться по проволоке, взаимодействий нет. Соединим их шнуром. Теперь они влияют друг на друга. Можно найти такое устойчивое положение, при котором эталон и утюжок не сдвигаются относительно оси вращения. Оба тела обладают центростремительными ускорениями, которые можно сравнить, сравнив их радиусы вращения. После несложных преобразований вычисляем массу утюжка. Аналогичным путем было вычислено отношение масс Земли и Луны. Луна и Земля вращаются вокруг общего центра и связаны между собой силами гравитации. Астрономические измерения показали, что центр Земли движется по окружности радиусом 4700 километров. А центр Луны по окружности радиусом 380 тысяч километров. Отношение масс можно вычислить, зная радиусы орбит. Земля 81 раз инертной Луны. Однако практически определять массу таким способом очень неудобно. В земных условиях массу тела можно определить косвенным путем, взвешиванием. При этом сравнивают не инертности тел, а величина их притяжения к Земле, которая тоже пропорциональна массе. Так определяют массы от тысяч килограмм до тысячных долей грамма. Сложнее определять массу тела в условиях невесомости. Скажем, массу космонавта в полете. Для этого кресло космонавта укрепляют на пружинах растяжках. Из теории колебаний известно, что частота колебаний зависит от массы. По изменениям частоты колебаний кресла с космонавтом и судят об изменениях массы человека в полете. Продолжение следует... Продолжение следует...